Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи – социальная помощь моим имущим гражданам. К сожалению, не все граждане нашей страны получают достаточный доход для обеспечения всех необходимых жизненных потребностей. И государство должно и обязано помогать тем, кто в этом нуждается. В передаче мы попытаемся довести информацию, на что вправе рассчитывать малоимущие граждане, всегда ли государство обеспечивает их всем необходимым, чем должно обеспечивать и какие существуют механизмы понуждения к исполнению этой обязанности. При этом постараемся привести примеры из прокурорской и судебной практики. Сегодня у нас в студии прокурородела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской Республики Анна Николаевна Бочкарева. Здравствуйте, Анна Николаевна! Здравствуйте, Альберт! Здравствуйте, уважаемые зрители! Анна Николаевна, тема сегодняшней передачи посвящена именно социальной защите, прежде всего, малоимущих граждан. Я думаю, есть необходимость все-таки разъяснить, что это за категория граждан. Ну, термин «малоимущие» используется законодателям на разных уровнях нормотворчества, то есть как на федеральном уровне, так и на региональном. Хочется отметить, что законодательством предоставлено право органам местного управления рассматривать и предоставлять гражданам, отнесенным к категории «малоимущим» дополнительные социальные услуги. Но вообще термин «малоимущие» хорошо дан в федеральном законе о социальной помощи. Так, социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим гражданам, одинокопроживающим, и иным категориям граждан, у которых по причинам независимых от них доход составляет ниже прожиточного минимума. При этом прожиточный минимум устанавливается в каждом субъекте отдельно. Уровень прожиточного минимума. Спасибо. А вот какая все-таки эта социальная помощь, предусмотренная именно малоимущим гражданам? Ну, социальная помощь гражданам предоставляется в двух формах. Это денежные выплаты, либо в натуральной форме. К денежным выплатам относятся социальные пособия, субсидии, выплаты, компенсации. Социальная помощь в натуральном виде – это предоставление лекарственных препаратов, обеспечение продуктом питания, одежды, а также оказание социальной помощи на даму. Как правило, это пожилые люди. Вот меня интересует, в частности, малоимущим какая социальная помощь оказывается. Ну, яркий пример – это социальное пособие. Социальное пособие – это безвозмездная денежная выплата гражданам. К таким пособиям относятся пособия гражданам, имеющих детей. При этом необходимо отметить, что пособия выплачиваются гражданам, чей доход не превышает 150% прожиточного минимума. Но в законе Чувашской республики о пособиях гражданам, имеющих детей, уровень пособия ставится в зависимости от возраста ребенка и уровня дохода семьи. Вообще у нас в республике огромный спектр социальных услуг, социальной помощи, которая оказывается малоимущим семьям, то есть для детей, воспитывающимся в малоимущих семьях. Это в том числе и обеспечение бесплатными учебными пособиями, обеспечение санаторно-курортным лечением в случае при наличии заключения медицинской организации о необходимости данного лечения. При этом необходимо добавить, что родителям, которые будут сопровождать ребенка к месту лечения обратно, оплачивается 50% от стоимости билетов на междугородний транспорт. Также детям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация за проезд на общественном транспорте к месту учебы. Также малоимущим семьям предоставляется компенсация за родительскую плату в детском дошкольном образовательном учреждении. Также предоставляется при рождении третьего ребенка 100 тысяч выплачиваются родителям в случае, если они отнесены к категории малоимущих. Кроме этого, при рождении третьего или усыновленного ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины порожиточного минимума. То есть, если общий семейный доход семьи меньше, чем общий доход населения республики, то это пособием выплачивается. Также обучающиеся из малоимущих семей дети, осваивающие программу подготовки к офицированным рабочим и службам в школе имеют право на бесплатное питание. Еще к социальной помощи можно отнести субсидии на оплату коммунальных услуг. К социальной помощи также можно отнести доплаты к пенсиям пенсионерам, у которых размер пенсии меньше, чем уровень прожиточного минимума. Эта доплата представляет себе разницу между выплачиваемой пенсии и уровнем прожиточного минимума. Вот это основные виды социальной помощи, которые в настоящее время в республике представляются. Я так понимаю, что они еще и не исчерпывающие. Да, предусмотрены налоговым законодательством и в жилищном законодательстве предусмотрены такие виды социальной помощи для граждан. И на муниципальном уровне тоже может быть? Да, я вот в самом начале отметила, что органы местного самоправления вправе самостоятельно предоставлять гражданам, признанным малоимущими, определенные виды социальной помощи. Это, например, в летний период детям предоставляются путевки в оздоровительные лагеря. Либо какие-то билеты в театры. Ну, в общем, это все на усмотрение органов местного самоправления. Если появляются какие-то излишки в бюджете, да, у муниципалитета, то вполне... Скажем так, возможности есть. Да, если есть такая возможность, то, как правило, такую помощь оказывают. А какова в нашей республике все-таки величина проживающего минимума? Потому что мы исходим из того, что, опять же, доход семьи либо доход одинаково, одиноко проживающего гражданина не должен быть выше этой величины. Ну, вообще, уровень проживающего минимума устанавливается, конечно, нормативными правоактами субъекта. Например, для пенсионеров он устанавливается законом Чувашской республики, уровень проживающего минимума для пенсионеров, который составляет 7391 рубль. Это для получения, я так понимаю, социальной доплаты к пенсии? Да. Ну, в остальных случаях это, конечно, для получения жилого помещения, там уже зависит от категории граждан. А могут ли малоимущие граждане рассчитывать на получение социальных стипендий при обучении в образовательных учреждениях? Да, конечно, в настоящее время федеральным законодательством, республиканским законодательством предусмотрена выплата социальных стипендий не только детям, сиротам и детей из этой категории, но и студентам из малоимущих семей. То есть, как правило, это должно быть обычной научной формы и на бюджетной основе. Вот в этом случае, конечно, такая вот социальная стипендия выплачивается. А всегда ли граждане пользуются этим правом добросовестно? Ну, не всегда этим правом граждане пользуются добросовестно. Вот в конце прошлого года к нам обратился Чувашский государственный университет с просьбой проверить законность выданных администрациям некоторых районов этих справок о признании гражданина малоимущим. И вот в настоящее время проводятся и процессуальные проверки. В случае выявления таких фактов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. И в случае, если уже студент получил эту стипендию, будет решаться вопрос о возмещении в судебном порядке. А влияет ли отнесение гражданина к категории малоимущий на обеспечение его жильем? Да, конечно, влияет. Но здесь бы мне хотелось отметить, поскольку у нас бывает в настоящее время есть большое количество обращений граждан, которые почему-то считают, что если он признан малоимущим, он автоматически имеет право на получение дополнительной жилой площади. То есть, если человек признан малоимущим, дополнительно к этому необходимы и ряд других условий. Например, такие, как отсутствие в собственности жилого помещения, либо на условиях социального найма, либо помещение не должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, либо гражданин проживает в квартире совместно с человеком, который имеет хронические тяжелые формы заболевания. В таких вот, то есть, в дополнение к тому, что человек признан малоимущим, необходим еще ряд условий для того, чтобы вы поставили на учет в качестве нуждающегося жилого помещения. Ну, соответственно, если у него помещение тоже довольно-таки маленькое, меньше учета нормы. Да, это тоже одно из условий. Скажите, а всегда ли органы местного управления, вот это право гражданин на предоставление жилых помещений, малоимущие граждане имеется в виду, конечно, обеспечивается соблюдателями обязанностей? Ну, знаете, в самом начале становления жилищного законодательства, то есть, было очень много спорных вопросов, и было проведено очень много проверок, и органы прокуратуры часто обращались с Комиссу в защиту прав малоимущих граждан. В настоящее время уже данная ситуация стабилизировалась, то есть, люди на местах уже знают, как работает такой категория граждан, какой пакет документов нужно представлять, и как высчитывается вот эта вот площадь и все такое. Но все-таки по-прежнему пока встречаются единичные случаи, когда органы местного управления не встают на сторону таких малоимущих граждан. Вот недавно прокуратура Калининского района вышла с иском в суд в защиту прав инвалида, страдающего тяжелой хронической формы заболевания, который с 2008 года стоял на учете в качестве нуждающегося, но вот уже будет скоро 10 лет, как он стоит в очереди, однако жильем он так и не был обеспечен, с чем прокуратура вышла с иском в суд. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. Прокуратура Калининского района обратился к гражданин с просьбой предоставить ему жилое помещение. Как оказалось, эстет страдает психическим расстройством. Этот недуг входит в список заболеваний, утвержденных постановлением правительства России, согласно которому заявитель имеет полное право на внеочередное предоставление жилого помещения. Наш заявитель проживает в однокомнатной квартире, вместе с ним еще проживают мать и сестра, но между тем они не считают себя членами одной семьи, ведут отдельный бюджет друг от друга и в силу своего заболевания он делает невозможным совместное проживание, то есть из-за психического расстройства он периодически бывает агрессивным. По результатам проверки мы установили, что наш заявитель состоит на учете в администрации районов в качестве нуждающегося в жилом помещении, как малоимущий. Иного жилого помещения у него не имеется, совместное проживание с ним невозможно в силу заболевания, который позволяет у нас по перечню предоставлять иное жилое помещение ему. И в силу требований жилищного законодательства он имеет право на неочередное предоставление жилого помещения. По результатам проверки прокуратура Калининского района столицы Чувашия обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением в интересах данного гражданина. Суд с требованием прокуратуры согласился и обязал администрацию города предоставить ИСЦУ отдельное благоустроенное жилое помещение. Решение суда уже вступило в силу. Мы сейчас говорили о разных категориях льгот для такой категории граждан, как малоимущие. То есть мы говорили и про социальные выплаты, и про предоставление жилых помещений малоимущим гражданам. Вот эти понятия о малоимущих гражданин для социальных допустим выплат и для предоставления жилых помещений, они идентичны или все-таки отличаются друг от друга? Нет, они отличаются. Если мы говорим о предоставлении просто социальной помощи, то в данной ситуации учитывается доход одинокопроживающего гражданина, либо общий доход семьи. Если же мы говорим об обеспечении жилым помещением в рамках жилищного законодательства, здесь кроме уровня дохода семьи учитывается в том числе среднерыночная стоимость жилого помещения, а также стоимость имущества, находящегося в собственности у гражданина, и возможность получения ипотечного кредита. Здесь хотелось бы сказать, что в каждом субъекте предусмотрены разные условия предоставления постановки на учет в качестве нуждающегося жилого помещения. Спасибо, Анна Николаевна, за обсуждение столь важной для граждан темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за исполнением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Анна Николаевна Бочкарева. Как видим, вопросы соблюдения прав граждан на социальную помощь, к сожалению, на сегодняшний день все еще остаются актуальными. Никто из нас не застрахован от материальной необеспеченности и иных проблем. Как я уже сказал, государство должно и обязано помогать таким людям. Однако не всегда эти права граждан надежно защищены и обеспечены, в том числе по причине их элементарного незнания. Можно и нужно пользоваться этими правами и не пренебрегать обращениям правозащитные органы, когда они нарушаются. Ведь свое здоровье и жизнь, здоровье и жизнь наших детей дороже времени затраченного нахождения по инстанциям. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова